Трофей Рыбалка Трофей Рыбалка Выбрали костюм Выбрали флиз Ну тоже как часть костюма Напоминаю вам еще раз Что все наши передачи Трофей Рыбалка можно найти на сайте Кирова.ру Видеоверсия данной передачи появится Завтра Ссылки обязательно выложу в нашу группу Вконтакте, группу нашей радиостанции Вконтакте И сегодня мы с Василием Поэкспериментируем, мы в течение передачи Зададим вам какой-нибудь не очень сложный вопрос Но интересный вопрос И кто быстрее всех на него ответит Там же в нашей группе Вконтакте В разделе, где у нас объявлен конкурс Фотоконкурс Вот тут получат подарочный сертификат От компании Арсенал Совершенно верно Внезапно причем вопрос Внезапно Я скажу Василий вопрос И поехали И мы зададим его Хорошо Ну и кроме того, конечно же Мы сегодня в программе подведем итоги нашего фотоконкурса Итоги подводим каждую неделю На кону там сертификат на 3000 рублей От рыболовного клуба Белуга В чистых прудах Голосование по-прежнему продолжается В нашей группе Вконтакте По-моему, больше полутысячи человек там уже Оставило свой голос Я пока не голосовал И результаты еще неизвестны И поэтому, да, мне контакт не выдает Кто же там победил Мы это оставим на сладкое На сладкое, на десерт В конце нашей программы Я на самом деле посмотрел, кто участвует Я практически всех участников знаю В конце нашей передачи Я кликну, сделаю свой выбор И тогда передо мной откроется Откроется этот расклад И мы вот торжественно в прямом эфире Озвучим победителя И вручим ему Ему вышеупомянутый мною Сертификат Ну что, поехали Готовимся к зимней рыбной ловле Хотя что уже готовится Сезон-то уже открыт Сезон уже открыт Я смотрю, в социальных сетях Уже во всю На льду Выкладывают В этом году лед очень хороший На самом деле Потому что снега нет Снега нет Он прозрачный То, что прозрачный плохо Замерз хорошо Это хорошо О чем прозрачный плохо Давайте поясним Ну рыба боится Или новичкам Она видит, что кто-то там Вода чистая Вода чистая Она реально там боится Разбегается Вот когда рыболовы передвигаются Особенно начинает бурить этот лед Да, то есть шум Ну все равно рыба боится Реально Поэтому ждем снег Когда он закроет ледок Вот тогда клев станет намного лучше Ну выходные, если не ошибаюсь Нам обещают Обещают Снег, потепление, снегопад Вот надеюсь, что все будет хорошо Вопросы безопасности Несколько слов хотя бы Василий Все-таки стоило бы напомнить Наверное Ну вопрос безопасности Выход на лед сейчас Первое Первое, что хотелось бы сказать Друзья Ни одна пойманная рыба Не стоит вашей жизни Давайте мы будем как-то Себя беречь Нас дома ждут близкие, родные И поэтому С уловом или без улова Главное, чтобы мы вернулись Главное, чтобы мы вернулись с рыбалки Золотое правило По крайней мере для меня Там моих друзей Товарищей И все Мы не выходим на лед Который менее 5 сантиметров Это раз Мы не ездим на рыбалку И не выходим на лед В одиночку Всегда с собой Есть веревка Всегда Причем не убранная В ящик В рюкзак Или где-то По первому льду Она лежит в кармане То есть это банально веревка На которой навязаны Несколько узлов Для того, чтобы ее там Можно было кинуть И спасти человека Дальше Обязательное условие Это такая мелочь Которая на самом деле Там стоит какие-то копейки Но жизнь реально спасает Это придумали Специальные спасалки То есть Выглядят они Такие пластиковые ручки В которых Такие штыри Металлические Заточенные Да, она вот Складывается Собирается И веревка Она вешается на шею То есть Ну грубо говоря Самому себя можно вытащить Как барон Минхаузен Да, там вот в этом В мультике Себя там за парик вытаскивал Стоит это приспособление 200 там рублей Ну то есть Совершенно Несерьезные Несерьезных денег Каких-то Да, но тем не менее Реально ее тоже нужно иметь И огромная просьба Если вот Вы уж спасалочку-то купили Ну не убирайте ее тоже В ящик или еще куда-то Да, повесьте ее на шею Пускай она будет Будет очень здорово Если вы никогда в жизни Не воспользуетесь Но тем не менее Вот так Особенно это важно Еще раз подчеркнуть Сейчас Когда лед только еще Вот встал И вот это намораживание идет Вот Первый лед Ну сейчас уже на Водоемах Там на замкнутых Да, там на озерах На прудах Толщина ледового покрова Уже достаточно Для того Чтобы можно было Практически безопасно выходить Но тем не менее Береженого Бог бережет Да, это всегда на реке Пока еще очень страшно Есть отчаянные Которые там выходят На какие-то закрайки Еще там что-то Да, пытаясь поймать рыбу Но на самом деле Оно того не стоит Безопасности Не знаю Свежая голова Всегда вот Должна быть Итак Переходим К нашей основной теме Мы сейчас Перед эфиром Обсуждали Сколько моментов Мы сможем осветить У нас 50 минут И поняли Что Нужно взять Каких-то Две ключевых вещи Которые нужны Рыбаку В этот холодный период Непосредственно На водоеме Это то Без чего На самом деле Зимняя рыбалка Она Ну просто Наверное Невозможна Некомфортна Это первое Это хорошая обувь А второе Это качественный Ледобур Вот я думаю Об этом сегодня И поговорим С чего начнем А начнем мы Вот с обуви Потому что Тема такая Актуальная Если там Не знаю Вернуться назад Там лет на 10 Да И посмотреть То в основном В то время Там использовали Какие-то валенки На них надевали Калуши Ну сейчас Некоторые Ну есть Прежнему Есть приверженцы Да Такой обуви Надевали там Калуши Какие-то Не знаю Там чуни Вот эту химзащиту Ну на самом деле Это все не очень Сильно практично Не очень удобно А обувь Потом пошли Такие резиновые Да Сапоги С какими-то Вкладышами Ну они во-первых Были достаточно Холодные Во-вторых Они были ужасно Тяжелые И где-то там Передвигаться По льду До водоема Там по снегу Или еще что-то В них было Практически невозможно В последнее время На рынке Основную вот Нишу Основную долю Заняли Сапоги Из так называемого Материала Эва Чем он хорош Так Давайте поясним Что это такое То есть Это вспененная резина Чем хорош Во-первых Невероятно легкий Это раз Во-вторых За счет того Что у нас есть Пузырьки воздуха Вот там В самом материале Воздушная подушка Утепление То есть Очень-очень теплая Очень-очень теплая И такие сапоги Они получили Там ну просто Массовая Не знаю Там популярность Сейчас практически Все рыболовы Ходят в них Их моделей Выпускается Очень-очень много И вот Как раз Разберемся Чем же они могут Отличаться Вроде бы Там один и тот же Материал Там да И все Ну цена может быть Разной И соответственно Характеристики У этих сапог Начнем наверное С самых простых Вот какие могут быть То есть это когда Весь сапог Выполнен из этого материала То есть это литая Конструкция Да такая То есть вот он Реально там отлит И все Внутри там есть чулок Да все мы их надели И пошли Сначала чулок на ногу Да А потом уже сапог Соответственно Такие сапоги Самые легкие Самые легкие Но у них есть Один По мне Вот такой очень Даже не один Несколько таких минусов Первый минус Вот эта подошва Которая Из этого же материала Из этого сделана Она достаточно мягкая И очень легко Прокалывается И такие сапоги Я не советую Выбирать Рыболовам Которые например Там до места ловли Добираются Пешком Ну то есть идут Там через какой-то Лес Пересеченную местность Где могут быть Там палочки Сучки Какие-то Или еще что-то Подошва Реально прокалывается Острая деревяшка Соломой Соломой Вот замороженная Солома там какая-то Да Там не знаю Остатки Каких-то там Камышей Или еще чего-то О я вспомнил У меня калоши есть Из такого материала Бывало Когда что-то попадает Наступаешь и все Они прокалываются Это первый минус Второй минус На самом деле На льду Он такой Вот на таком льду Который у нас сейчас По перволетку Очень актуально Они невероятно скользкие В них ходить Невозможно То есть Там малейшее движение Неаккуратное И все И человек летит На лед А это на самом деле Тоже там Чиревато Вот Но в то же время У них есть и плюсы Да Легкие И у них ценовая политика То есть Их там можно купить До тысячи рублей Без проблем И размеры Там разные Да размеры Сейчас На самую большую Мужские размеры Если смотреть У таких сапог Они все начинаются С сорок первого И заканчиваются Если память не изменяет С сорок седьмым Ну то есть Тут без проблем Вот Но производители же Пошли дальше Они учли Там какие-то отзывы Да Там возможно Поняли свои ошибки И сейчас На рынке появилось Очень много Сапог Так называемых Комбинированных У которых Верх сапога Выполнен Из материала Эва А подошва Она сделана Из другого Материала То есть Это либо резина Какая-то Да То есть Либо Есть там Такие композитные Материалы То есть резина Там с чем-то У них уже Появились Отверстия Под шипы То есть Их можно Зашиповать Да Такие шипы Бывают отдельно В продаже Да То есть Прямо Самому Можно Зашиповать Конечно Там просто Они так туда Вставляются И потом Точно так же Оттуда Достаются И это актуально Вот опять же В такую Погоду Которая у нас Сейчас Да На льду Все мы вставляем шипы Мы себя чувствуем Абсолютно спокойно И передвигаемся Такие сапоги Стали чуть-чуть тяжелее Но Они получили Несравненные плюсы Подошва не прокалывается Она не скользит Возможность зашиповать И они Ну на самом деле Все равно теплей За счет того Что у нас появляется подошва Подороже? Ну подороже В пределах Там скажем Там двух С небольшим Там выбор Просто огромен Это различные модели Это различные производители Ну там плюс-минус Одинаковые характеристики Вот И есть Скажем так Следующий вариант Зимние обуви Которые очень часто Используются На рыбалке На зимней Это сапоги Комбинированные У которых Материал эво Это как галоша Да А сверху Кожа Для чего они нужны Вот такие сапоги Очень часто Натуральная кожа Да конечно То есть Такие сапоги Очень часто выбирают Любители ловли Которые передвигаются На снегоходах А нужно это все Для того Что когда человек Рыболов Едет на снегоходе Очень часто бывает Там где-то Забуксовали в снегу Там или еще что-то Пытаются Оттолкнуться там Ногой Вот Не дай бог Нога попадет В гусеницу Либо По гусенице Пройдет Вот кожа Она защищает Ногу То есть Ее там Продрать гусеницей Нереально Материал эво К сожалению Но он мгновенно Там продерется Можно получить Какую-то травму И вот соответственно Такие сапоги Они существуют Их используют Очень часто Кожа достаточно толстая Кожа толстая Толстая Но она эластичная Эластичная Ценовая политика У таких сапог Ну соответственно Уже там Выше там От Трех тысяч рублей В гору Там В зависимости от Производителя Вот Дальше Чем еще могут Отличаться сапоги На всех Которые сейчас Представлены В продаже Всегда указывается Температурный режим На вот И очень На самом деле Бывает потешно Смотреть Когда приходят Например Покупатели Между собой Разговаривают Слышишь эти разговоры О смотри Эти до минус 30 Эти до минус 70 Давай бери до минус 70 В них точно не замерзнешь Друзья Ну никто не поедет На рыбалку В минус 70 С запасом Наш народ Это во-первых Во-вторых Вот этот температурный режим Он говорит О том Что Вот Материал Верх сапога Из которого Он изготовлен Вот этот материал Эва Он может быть С какими-либо Химическими добавками Синтетическими Материалами Волокнами И всем оставшимся И немножко Между собой Отличаться По температурному режиму Минус 70 Это тот Температурный режим При котором Верх сапога Вот сам сапог Он сохранит Свои Физические свойства То есть Он будет гнуться Не сломается Не треснет Не окоченеет С ним ничего не произойдет То есть Вот это Основной показатель Он Вот для этого Понятно Что сапоги Которые заявляют До минус 70 Они будут Теплее Чем до минус 30 Хотя здесь Есть исключения Потому что Есть исключения Есть сапоги Например Температурный режим Минус 30 Но в них Вот такой вот чулок Внутри Который вставлен И соответственно Они реально Теплей Ну В наших условиях Минус 40 Минус 50 Не знаю Это основные По продажам Если смотреть То есть Это Самый популярный Сегмент сапог Минус 40 Минус 50 Которые покупают А кстати Чем вот ниже Эта температура Тем они подороже Или Дороже Подороже Дороже Вот Соответственно Дальше сапоги Могут различаться И отличаются И вот здесь Несколько советов Как их правильно выбрать Самое Вот по мне Например Одним из самых главных Вот вообще В зимней обуви В сапоге Это вот тот вкладыш Тот чулок Который находится внутри Их существует Очень много видов Есть из натуральных Материалов То есть шерстяные Там да Есть синтетические Есть Валеные Как валенок Да Там есть войлочные Есть комбинированные То есть Их очень куча Много-много Вот например Для себя Мы решили Что нам Например Ну и друзьям Там в компании Удобно Использовать Чулки Которые В себе Сочетают Синтетический Материал И они Вот без ворса Без всего Да То есть весь утеплитель Находится внутри Между двух Скажем так Тканей Да И там же Находится еще фольга То есть они Фольгированные Соответственно Но Тепло сохраняют Очень хорошо Практически Эффект термоса Такой получается Да Они его не отдают Но такие чулки Чем хороши Они очень практичны Они не скатываются И не сваливаются Вот все чулки Из других Ну там Другой вот Консистенции Да Там которые Внутри такие Вроде бы мягонькие С ворсом И со всем Они к сожалению Не очень практичны Потому что Они со временем Начинают скатываться Протираться на пятки И в конечном итоге Приходят в негодность Понятно что Их можно отдельно Купить Они продаются Вот я хотел как раз Спросить Можно ли отдельно Купить чулки Отдельно сапоги Да Еще я позволю Василий прокомментирую Когда ты сказал Для нас Для себя мы решили Для тех Кто первый раз Возможно слушает Нашу передачу Василий здесь Имеет ввиду Нас экспертов Профессиональных рыбаков Которые очень много Времени проводят Мы много времени Много времени проводят На водоемах Как зимой Так и летом Совершенно верно Вот И вот такие чулки Они очень Скажем так Практичные И настоятельные Не рекомендую Но сейчас практически Уже нет Но тем не менее Где-то еще можно встретить Это чулки Из натуральных материалов То есть вот там Шерсть какая-то Еще что-то В чем минус их Шерсть сама по себе Теплая Но она очень гигроскопичная Она набирает влагу Прям Очень-очень сильно И соответственно Когда мы Ходим Достаточно много Передвигаемся В сапогах Влага От нашего тела Она соответственно Попадает туда Чулок этот Очень сильно Намокает Во-первых Его просушить Очень долго Это раз Во-вторых У нас Если мы Ну не знаю Там с утра Очень много Километров Прошли до места Ловли Ну реально К обеду Ноги могут Начать подмерзать Потому что Ну просто Будет некомфортно Синтетические Утеплители Всего этого Лишены На самом деле Они дышат Да Там влага Отходит И все здорово В общем Есть такая особенность Да Ну у людей Разный уровень Потоотделения Конечно На разных частях У кого-то Ну как мы говорим Да Ноги потеют Очень сильно У кого-то Не очень У кого-то Практически нет Это тоже Нужно учитывать При выборе Ну конечно Зимние обуви Да Безусловно Если потеют Сильная синтетика Ну я вот Честно скажу Я вообще бы При всех прочих равных Предпочел синтетику Синтетику Потому что Современные Синтетические материалы И утеплители Они ничем Сейчас не уступают Натуральным То есть Это раньше Там считалось Не знаю Там Шестяная кофта Там Валенки И тебе будет тепло Но Прогресс не стоит На месте На самом деле Сейчас все сделано Для того Чтобы на природе Брыбалов Себя чувствовал Абсолютно комфортно Вот Однозначно Вот так И есть еще Дальше нюансы Вот если мы Копнем Почему очень много Моделей сапог Обуви Там Не знаю Там 20-30 Там производители Их делают У всех все разное Точно так же Как в обычной Нашей повседневной Обуви Там Ширина колодки Да Взъем Вот это все Разное Особенность Ступни Все разное И соответственно Выбирая Сапоги И обувь Для зимней рыбалки Настоятельно Рекомендую Когда вы пошли В магазин Возьмите с собой Хотя бы Один носочек С которым Вы планируете Использовать Эти сапожки И меряйте Обязательно с ним Мерить разрешается Мерить разрешается Рекомендуется Рекомендуется То есть Мы всегда Там Наши консультанты Там Предложат Несколько пар сапог Да Грубо говоря Там выбрали Какую-то там Ценовую категорию Определили Что вот в ней Там несколько вариантов Обязательно На выбор Мы предложим Потому что Здесь именно Вот комфорт должен быть Если Ноге чуть-чуть Неудобно Туго Жмет Давит Не знаю Там Все Рыбалки не будет Это не комфорт Когда мы находимся Там Через полчаса Забудешь О том что При минусовых температурах В узкой обуви Реально Ноги просто Замерзают Да Не знаю Там Если обувь сильно Наоборот Болтается То на переходах Нам будет Очень некомфортно Поэтому Здесь вот Надо именно Такое Подобрать Золотую средину И выбрать Так как Это должно быть Были случаи Когда На суровую Мужскую ногу Было трудно Подобрать То что Устроит Обладателя Этой ноги Да честно Скажу Практически Нет Практически Нет Потому что Ну вот Опять же По себе Там пример У меня Размер ноги 45 У меня 47 Вот И соответственно Я себе Всегда беру Сапоги 46 размера Размер больше Ну то есть На размер больше С учетом того Что мы будем Пододевать туда Термоноски А я Настоятельно Рекомендую Пододевать термоноски Ни в коем случае Переслушивать О нашей предыдущей Шерстяных Там каких-то Или еще не нужно Только термоноски Ничего больше Вот На 47 Размер Сейчас У большинства Производителей Есть вот этот Размер там 47 48 Да он универсальный Да без проблем Подойдет Вот Единственное Что я бы там Посоветовал С более широким Взъемом Взять Да Обувь И скажем так Более широкую Ну чтобы она Комфортно В ней было Вот поэтому Да не было Практически Сложнее Подобрать Дамам Да Ну то есть Сейчас Производители О них тоже подумали Нам надо Отдельно Вот будет В ближайшее время Посвятить Вообще Да И костюмы Женские Женские Экипировки Мы посвятим Здесь сейчас Пару слов Буквально скажу Сапоги Во-первых Ну отличаются Размерным рядом Да Там уже учли Что Достаточно Маленькие размеры Будут присутствовать В выборе Ну и соответственно Их сделали Очень красивыми Там есть Беленькие Розовые Фиолетовые Синие Красные Желтенькие Ну то есть Выбор есть И дамы Себя смогут Чувствовать Абсолютно нормально В такой обуви Там не только На рыбалке Да Там просто На каких-то Выездах На природу Тепло Сухо И комфортно Вот Это то что касается Ну так вот Скажем так Основное Поверхностное То что касается Выбора И те Виды сапог Которые у нас бывают Немножко Скажу Об Скажем так Эксплуатации После того Как мы приехали С рыбалки Вот То есть уход Уход Вопросы уход Да Соответственно Обязательно После того Как мы приехали Мы чулочек Оттуда достаем Ни в коем случае Там не оставляем Потому что Мы поедем На следующую рыбалку Там реально Будет влажный Будет некомфортно Чулки мы достаем Их там можно Сушить на батарее Там где угодно Синтетические материалы Благо там Ничего этого не боятся Их можно стирать В стиральной машинке Там без проблем Вот Единственное Что вот этот Материал Эва Который Ни в коем случае Не ставьте сапоги Там на батарею А если вы А если вы Где-то Например Отдыхаете На природе Там И ночуете В рыбацком домике На печку Или еще куда-то Потому что У меня у ребенка Был такой случай Когда на печку Поставили Как раз Из этого материала Сапожки Там причем Сильных температур Не нужно Реально От батареи Плавится И можно утром Там проснуться Перед выходом На рыбалку Увидеть два комочка Вот из этого материала И все И караул Что делать Все На рыбалку Идти не в чем Вот Поэтому Ну вот такие Вот там Должны Обязательно быть Условия Эксплуатации И ухода И я советую Опять же Если вы поехали Ну на длительную рыбалку Там на несколько дней Там не знаю Или еще что-то Приобретите В магазине Есть специальный клей Для Эва материала Ну такой вот Тюбичек Который заклеивает Его на раз Если не дай бог Там произошла Какой-то казус Не знаю Наступили Порвали Буром Зацепили А там Предварительно обработка требуется Вообще ничего Жирить там Ничего не нужно Просто сразу этим клеем Вот прям вот этим клеем Там можно даже не сжимать То есть если это прокол Вот прям внутрь туда заливаем Вот так вот и все Там 15 минут И можно дальше продолжать Бежать в этих сапогах И без каких-либо проблем Потому что Как бы ты не хотел И как бы ты обходил Все эти торчащие ветки Не знаю Штыри какие-то И так далее Все равно никто не застрахован Подошва Подошва решает этот вопрос Да Но тем не менее Там верх сапога Там где-то еще Там что-то Можно повредить Вот И настоятельно Не рекомендую В таких сапогах Вот как я видал На рыбалках Это делают Например там набур Намерз лед Снег Вот начинают по буру Пинать Этими сапогами Ну все Все Скоро тебе снова В магазин Просто Пойти Пойти Покупать новые Кстати Василий Немаловажный вопрос Не только как ухаживать Но и как надевать И снимать Возможно эту обувь Да Ну вот Я провожу сравнение С обычной обувью Не знаю Мужские ботинки Если ты ленишься Наклоняться А вот знаешь Каблука под каблу Это уменьшает Срок эксплуатации Здесь на самом деле Абсолютно не критично Потому что Как раз материал За счет своей эластичности Вот именно верх сапога Он без проблем Терпить там Любые над собой Издевательства Ну не знаю Мне удобнее сначала Надеть чулок Да А потом уже В чулке засунуть Ногу в сапог Как правило Как правило Потому что делать это Наоборот Но не очень удобно Да там Заправлять штаны Там еще что-то Вот Потому что Ну вот Мы когда рыбачим С товарищами Мы всегда Штаны Брюки От зимнего костюма Надеваем Сверху сапога Для чего нужно Потому что Если не дай бог Провалился Куда-то У тебя есть шанс Что Под костюм Который ты выбрал Из мембранной ткани Вода просто не попадет Не успеет Залиться в сапоги Еще такой Чисто потребительский Вопрос Перед тем Как мы на рекламу Уйдем Я думаю вопрос Зададим Быстренько Можно ли За сравнительно Или даже За очень Небольшие деньги Действительно Хорошую модель Сапог подобрать Которая Будет и служить Долго И тепло будет И все будет Замечательно Ну Или все таки Прямая зависимость Чем дороже Тем прослужат Дольше Нет Здесь Многие поступают Каким образом Покупают сапоги Достаточно бюджетного Класса Ходят в них Например Сезон Через сезон Просто вот эти Чулочки тоненькие Выкидывают Покупают новые Чулки Хорошего класса Температурного режима А их ценовой диапазон Чулок До тысячи рублей Ну то есть Они достаточно Гуманные И все И получают удобные сапоги В которых уже точно знают Что в них там удобно Ходить и передвигаться Да Но уже С более качественным Чулочком В котором будет теплее Вот и все Василий Вопрос Мы обещали Что без предупреждения Ну да Мы зададим Банальный Вот самый такой Интересный вопрос Есть замечательная Рыба судак Вот друзья У меня вопрос Судак это хищник Или нет Так Я комментирую Что я сейчас сделаю Я решил так поступить Я зашел В нашу группу Вконтакте Я хакироваю Я пишу Трофеи рыбалка Вот прямо сейчас Онлайн набираю Трофеи рыбалка Вопрос Вопрос от Василия Мамонова Про Судака Пишите Ответы В комментариях Все Отправляю эту запись Вот прямо сейчас В нашу группу Заходите Ой Не туда Я написал В других Комментариях Сейчас я исправлюсь Что у вас нового Спрашивает у меня Контакт Вот все Опубликовал Новую запись В нашем Все опубликовал Ну все здорово Вопрос от Василия Мамонова Про Судака Пишите ответы В комментариях Жду ваших ответов Напоминаю Что будет разыгран Сертификат подарочный От компании Арсенал На Комсомольской 8 Окей На рекламу Да Рекламу И продолжим Да И ледобуры Ледобуры Рекламно-информационная Программа Генеральный партнер Программы Компания Движения Нефтепродукт Трофей Рыбалка Ну разумеется В поездке На рыбалку Компания Движения Нефтепродукт Вам готова Помочь Не только топливом На АЗС Движения Нефтепродукт Вы всегда найдете Массу необходимых Аксессуаров Масла Смазки Щетки Стеклоочистители И так далее И тому подобное Так что имейте в виду Мы продолжаем Наше общение Василий Мамонов Эксперт компании Арсенал На Комсомольской 8 Мы продолжаем Готовиться К уже начавшемуся Сезону Зимней рыбалки Только что поговорили Так в общем и целом В общем и целом Поверхностно Как сказал Василий О выборе Нужных Хороших Теплых И надежных Сапог Для зимней рыбалки Ну а теперь переходим К ледобурам А ну Василий Я подведу сразу Итоги нашего конкурса У нас уже есть победитель Мы сами не ожидали В считанные секунды У нас появился ответ На вопрос Кто есть Судак Легкий вопрос Как второе название Судака Зандер А из книжки Сабанеева Не вспомню Нет Что-то тоже сейчас Не припомню Ладно Следующий вопрос В следующий раз Вопрос зададим В общем Наталья Синкина Ответила абсолютно верно Это хищник Ну да Конечно Конечно хищник Один из самых У нас с Василием Есть предположение Что имя Натальи У нас еще Прозвучит Возможно Возможно Хорошо Итак Ледобуры Остается у нас Буквально 20 минут 25 Еще нужно Итоги конкурса Подвести Поехали Ну тоже мы так Быстренько На самом деле Ледобуры Это такая штука Без которой Вообще на зимнюю рыбалку Ну никак Их сейчас Огромное множество Из различных материалов Различных диаметров Ну вот Начнем наверное По порядку Первое На что стоит Обратить внимание Выбирает для себя Ледобур Определиться с тем диаметром Который нам необходим То есть это бывают Восьмидесяточки Сотки Сто десятые Сто тридцатые Сто пятидесятые И даже сто восьмидесятые Что есть классика Самая распространенная Я имею ввиду Сто десять Сто тридцать Сто десять Сто тридцать Вот Ну объясню почему Потому что Восьмидесятка При всех прочих равных Будет дырявить Лед быстрее всех Ну потому что Диаметр меньше Там все хорошо Но Восьмидесятое отверстие Которое Просверлит во льду Вот в эту лунку Протащить что-то крупнее Там Ладошки Ну уже так проблематично Тем более Если она там еще Подмерзнет Обмерзнет Шуга там какая-то Будет достать Трудно Такие ледобуры В основном Покупают спортсмены Которые участвуют В зимних соревнованиях Где для них важно Максимально там Короткое отведенное время Там тура В два часа Обследовать максимально Покрыть максимальную Там Площадь Площадь водоема Просверлить максимальное Количество лунок Да И как правило Там ловят Ну не сильно крупную рыбу Да Достаточно тонкими снастями И поэтому Вот У них в почете Вот такие Ледобуры Забросил снасть Начинаешь Ну то есть Процесс Понял что Ничего не идет Бежишь дальше Там лунок за два часа Сверлится какое-то Огромное количество Ну вот Поэтому у них Они в ходу Дальше Что стоит учитывать При выборе Диаметра ледобура Ну во первых Отталкивайтесь От того Каким способом Вы ловите То есть Если вы Любитель И приверженец Там ловли Мирной рыбы Там леща Или еще что-то То есть Сам по себе Лещ достаточно широкотелая Такая рыбка Которую затащить В маленькую дырочку Будет не очень удобно Это раз Во вторых Как правило Такие Рыболовы Они перемещаются Мало Прикармливают много Соответственно За день Они делают Небольшое количество Лунок Там Три Пять Десять Ну Двадцать Хорошо Вот То есть Там В некоторых Случаях Бывает Оправдано Там Даже Применение Там Сто пятидесятых Диаметров Ледобора Это Я сейчас Говорю о том Что мы говорим Про ручные Ледоборы То есть То что мы Крутим Руками Вот Соответственно Диаметр Сто восемьдесят Ну Я не знаю Вообще В ручных Реально По-моему Не покупает Никто Потому что Но мы их И не привозим Ну Нереально Просверлить Особенно Где-нибудь В середине Зимы Там В глухозимье Когда Ледяной Покров Там Метр По-моему Там Три лунки И все И от рыбалки Уже удовольствия Не будет Никакого Вот Соответственно Но Если вы Приверженец Ловли Мирной Рыбы Я советую Выбрать Ледобур Там Сто тридцать Сто пятьдесят Ну Наверное Оптимальным Здесь будет Сто тридцать Вот Как самый Такой Покупаемый Вариант Дальше Если же Вы Например Активно Ловите Хищную Рыбу Будь то Щука Судак Окунь Соответственно Такой Рыболов По водоему Перемещается Очень много За день Покрывает Огромное Расстояние Бурит Большое Количество Лунок Потому что Там Рыбалка Сводится К тому Что Просверлил Лунку Отпустил Блесну Там Серия Из десяти Там Пятнадцати Взмахов В разных Горизонтах Поклевок Нет Как правило Мы идем Дальше Ищем 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 То есть Все Лунок Мы бурим Много Нам нужно Чтобы Это было Легко Но в то же Время Там Восьмидесяточка Нам не подойдет Потому что Если Клюнин Достаточно Крупный Хищник Мы его Просто Туда Протащить Не сможем Поэтому Здесь В почете Буры 110 Диаметра Как Самый Такой Ну и Вообще Если посмотреть В общем И целом Это Наверное Самый Продаваемый Диаметр Самый Популярный Диаметр Рыболов Потому что Там Вроде бы Как И Лунка Такая Не совсем Маленькая Но в то же Время И бурит Хорошо Но здесь Есть еще Одна Хитрость На 110 Бур Можно Поставить Ножи От 130 И Лунка У нас Получится Не 130 Она Примерно Получается 120 Вот так Вот Ну то есть Немножко Расширить Но это Опять же Актуально Если вы Не очень Много Бурите Ну потому что Реально Все равно Тяжелее Физически Тяжело То есть Вообще Зимняя рыбалка Она такая Укрепляет Тело Ого-го То есть Набурешься За день Чем глубже В зиму Тем тяжелее Тем тяжелее Толщина Льда Увеличивается Совершенно верно Соответственно Все Вот мы Например Там Определились С диаметром Да Все Выбрали Мы там Себя Ну пускай Кстати Василий Жерлицы Тут какой 110 Потому что Жерлиц Бывает Выставляют Много Это во первых Во вторых Все таки Ну по мне Опять же Ловли на жерлице А мы Посвятим Обязательно Отдельную передачу Потому что Там много Есть нюансов Она не настолько Статична Как многим Кажется Что нам Поставилась Иди смотри На них Но это Мы уже Потом Коснемся Да Там Расскажем Отдельно Вот Ну к примеру Мы выбрали Там 110 Диаметр Для себя Там все Определили С диаметром Все понятно Дальше Мы выбираем Материал Из которого Изготовлен Ледобур То есть В основном Это понятно Что какие-то Сплавы Да Там Стальные И все Такое Отдельным Классом Стоят Ледобуры Изготовленные Из титана То есть Такие существуют Титановый Ледобур У него Жалко Наверное Тратить Ну они Достаточно Такой металл Нет Они достаточно Дорогие В свое время На них Там был Прям какой-то Бум Да Там все Приходили И спрашивали О я хочу Титановый Там ледобур Плюс В чем Вес То есть Масса Ледобура 110 Из титана Она там Полтора килограмма Ну то есть Он вообще Ничего не весит Вот Такой ледобур Хороший Если мы там Куда-то далеко Постоянно Ходим с ним То есть Он легкий Но Сейчас они Отошли Во-первых Минусы Это цена Это раз Высокая Вот Во-вторых У них Как бы то Вот Не было Да Ну Как я уже Всегда говорю Там без физики В нашей жизни Вообще никуда Она везде Для того Чтобы таким Ледобуром Пробурить Лунку Мы тратим сил Раза в два Больше Чем обычным Массы Нету Нужно давить Причем Достаточно Сильно давить Да Это Второй минус Ну вот сейчас По перволётку Что называется Это может быть Не так сильно заметно Но Когда лёд Когда лёд Очень толстый Это сильно заметно Реально Устаёшь Сильней Вот И третий Минус У этих Ледобуров Они достаточно Не сказать Что хрупкие Но тем не менее Из строя Они выходят Очень часто У них Срывали шнеки Отрывали А связано Всё с тем Что Очень часто Рыболов Приходя Там На водоём Видит старые Лунки Которые Там Вчера Например Его там Коллега Пытается их Рассверлить Пытается их Разбурить Совершенно верно Забуривает туда Вот этот ледобур Он у него Входит там Под каким-то углом Он пытается его достать Начинает дёргать И он просто его рвёт Там сварка Слетает на раз И приносили Реально там Ледобуры Вот именно Титаны У которых там Шнек просто В ленточку развернут И всё Неприятно К сожалению Отремонтировать Ну вернее Его можно отремонтировать Но там ремонт будет По стоимости Как новый ледобур Потому что Титан он К сожалению Обычной там сварки Специфическая Не варится И там Варят аргоном И всё такое И это всё очень дорого Поэтому титановые ледобуры Они как класс существуют Да Но их опять же Сейчас отмели Я их советую Ну вот Не знаю там Рыболовам Преклонного возраста Которые ходят на рыбалку Которые будут Немного Не очень часто Немного Немного Но там Всё-таки легче будет Каков Василий ценник Чтоб мы понимали Титановый От Грубо говоря Семи до Пятнадцати В среднем Уже так Да Уже немало Уже не дёшево С учётом того Что обычно Хороший ледобур Сейчас можно купить В пределах Трёх Четырёх Тысяч рублей Ну вот Так Хорошо Титановый Всё Всё Вот мы там Титановый Как класс убрали Выбираем дальше Ледобуры Существует Двух типов Вращения Левого И правого Если посмотреть Наши Наши С вами Отечественные Ледобуры Всегда были Левого Вращения Левый То есть Против часовой стрелки Против часовой стрелки Всё Шведы и финны Всегда были Правые Ну Не знаю Не знаю С чем это связано Но на самом деле Это так Вот Соответственно Здесь уже Тоже выбираем Для себя Левша Правша Как удобнее Кому-то вот удобно Правым Там Я не могу Руками бурить Правым буром Ну Просто не могу Ну это вот такое Левый То есть ты тянешь Всегда к телу Ну ты Вот да Вот ты буришь А правым Ты вот От себя И причём Причём меняешь руку То есть если здесь У нас Вот эта рука Там сверху Вот этой мы там работаем Да То здесь-то мы будем Бурить наоборот Кто-то бурит вот так Но это я вообще Не представляю Как это нужно сделать Ну ладно Пусть люди сами решают Это уже всё Ну тем не менее Левое и правое Существуют Консультант обязательно Задаст этот вопрос Спросит Какой для вас И подберёт То есть благо Они есть и те и те Вот Всё соответственно Мы здесь определились Дальше Вот как вот Я уже не зря там сказал Да мы выбираем Фирму-производитель Которая нам нужна То есть это есть Шведские Есть финские Есть наши Российские буры Чем они могут отличаться Шведы и финны В своё время Там Может лет даже пять назад Всего лишь Были эталонами По скорости бурения По комфорту бурения По лёгкости бурения А было связано с тем Что у них Была очень интересная Конструкция ножей Вот этой головы То есть если на наших Ледобурах Ну все это помнят Знают Там были вот такие Вот сменные ножики Которые прикручивались Я себе лично Очень хорошо представляю Как это выглядит То у фирменных буров Были так называемые Съёмные головы То есть это такая Сферические такие ножи Да То есть они во-первых Были очень широкие Во-вторых Это именно была такая Голова И она выглядела Вот сверло Все представляют Да вот как вот Голова сверла выглядит Вот точно так же Соответственно Они забуривались В лёд лучше У них угол атаки Был лучше Они бурили Лёд как масло Всё было классно Но здесь опять же Всплывают нюансы Если наши вот эти вот Ножи там стоили Копейки какие-то И плюс их можно было Поточить там Поправить на брусочке Перед рыбалочкой Там всё И они становились Практически как заводские И всё И мы шли дальше Бурили То вот эти головы Были одноразовые Если мы её засадили Куда-то Её можно там Засадить в песок В гальку Не знаю там В пень вбурить Там ну Вариантов очень много Если она просто затупилась Во-первых Ну вот у нас до сих пор Там в городе Один или два умельца Которые могут их поточить Потому что там Именно определённый Угол заточки должен быть Если мы его сбиваем Бур перестаёт бурить Вообще Бесполезная штуковина А стоимость Вот этой отдельно Взятой головы Она была там В половину стоимости бура Ну то есть Если бур там стоил 5-6 тысяч рублей Ну там 3 тысячи рублей Стоила голова Соответственно Здесь тоже выбирайте Если вы бурите Немного Если вам нужен Какой-то комфорт Это торнадо Это барнаульские буры Торнадо Торнадо Айсберг То есть это всё В городе Барнаул делается Они на самом деле Вот сейчас там Шведам дадут Ого-го Плюсы В чём особенности Стоимость Там порядка 4 тысяч рублей Вот Понятно что они сделали Копии Но Шведов и финнов Да Но модифицировали их Под нас с вами Обычно китайцы копируют Что-то А тут наши скопировали Скандинавов Наши там Скажем так Не то что скопировали Они взяли Всё самое лучшее От них Технологии безусловно Взяли всё самое лучшее И немножко их доработали И сделали Приемлемыми Для вот нас Во-первых Что они сделали У всех Финских И шведских буров Которые Раньше были Там Мора Рапола На слуху У них был Достаточно длинный шнек Ну то есть Сами витки Если наши Российские были буры Вот там Коротенький Такой шнек А дальше Просто труба То у Финов и шведов Шнек там был Огромный Для чего нужно Для того чтобы Мы в один заход Не выдергивая Бур Постоянно Мы могли Можем пробурить Лёд там Большей толщины Потому что шнек Вот он вываливает Эту крошку Она не мешает Не забуривается Не надо Выдергивать И всё оставшееся То есть соответственно Сделали вот так На Айсберге Да Длинный шнек Это раз Во-вторых Они взяли от шведов Вот эту голову Но её модифицировали Они сделали её Из композитного материала И вот к этой голове Уже крепятся ножи То есть если у них Сменные ножи Которые Опять же Достаточно дешёвые Там стоят Порядка Двухсот Там с копейками Рублей Которые всегда Есть в наличии Их можно приобрести Есть ещё один Огромный плюс По сравнению Например с теми же Шведами Мы их там Всё-таки Переплюнули Ножи И соответственно Голова Самая из композитного материала Всё свою жизнь Крутила влево Почему же сейчас Не каждый шуруповёрт Подойдёт То есть у него Там должен быть Большой крутящий момент Там усилие Большая ёмкость Аккумулятора Соответственно Не сильно дёшевый Но упрощают Жизнь рыболову В разы Особенно По толстому льду В общем Как выглядит Приблуда Которая Вставляется В шуруповёрт Непосредственно Вот сейчас Об этом Да поговорим Да А там Всё очень просто То есть У вот этих Буров Снимается ручка Она просто Вот снимается У нас остаётся Трубка 22-го диаметра В которую Вставляется Патрон Патрон Уже Есть И кустарные Их производят Есть уже И заводское Производство Всё То есть адаптер Под шуруповёрт Он так и называется 22-й диаметр Здесь шестигранник Для того чтобы Зажать его В патроне Всё мы Вставляем туда Закручиваем болт В этом самом В ледобуре Чтобы у нас Ничего не вылетало Всё пожалуйста Побежали на водоём Бурить И почему Правого вращения Потому что у нас Шуруповёрт Крутит Закручивает В правую сторону Именно так настроено В реверсе Делать это неудобно Вот такая вот штука И на самом деле Очень-очень популярна Сейчас Для того чтобы Использовать Скажем так Маломощные шуруповёрты Придумали редукторы Которые продаются Отдельно То есть мы можем Купить достаточно Бюджетный шуруповёрт Приобрести вот такой вот Редуктор Он увеличивает Крутящий момент Или что Крутящий момент Все И без проблем И мы бежим На водоём От одного Аккумулятора На сто Примерно луночек Чьё вообще Это изобретение Чья это выдумка Именно Шуруповёрт Использовать А я больше чем уверен Что это придумали Наши россияне Наши россияне Ну Не ну я видел конечно В интернете ролики Когда на мото-бурах Там начинают Как на карусели Крутить Вертеться Шуруповёрт Шуруповёрт Конечно наступали На грабли Мы же думали Так это чё там Ну любой Набрали шуруповёрт Приехали на водоём Там А не бурит А не хватает И всё-таки Прям вот Любую Любую На любую глубину Ну то есть ширину льда Толщину Любую Прям может взять Нечего себе Любую Неожиданно Ну совет тут можно дать Брать с собой Запасной аккумулятор Всё-таки Ну мы Всегда возим с собой Два аккумулятора Я знаю просто Некоторые шуруповёрты Без запасного аккумулятора Его нужно обязательно Приобрести И здесь есть ещё один нюанс Ну любой аккумулятор Боится холода Ну потому что там Ну иначе Ток себя ведёт Разряжается он Быстрее Поэтому здесь Тоже пошли дальше На аккумулятор Шьётся чехол Чехол В котором Внутри чехла Делаются кармашки Под что кармашки? Под грелки Под грелки Да То есть продаются Компактные грелки Для рук Вот туда эти грелочки Вставляешь Заряжаешь Надеваешь чехол На аккумулятор Всё и погнал А второй аккумулятор Он соответственно Хранится В пенопластовом Вот мы делаем Из пенопласта В таком коробе Да термоконтейнере В таком Кейс такой Да В котором Всё внутри Обклеено фольгой Лежит аккумулятор Лежит грелочка Всё Василий Ну раз уж я упомянул Такое слово Как мотобур Давай пару минут Немножко об этом Да Я так понимаю Я так понимаю Что такое открытие Как шуруповёрт Тире бур Оно Мотобур Наверное убивает Убивает Как явление Мотобуры Были одно время Очень популярны Их постоянно Там приобретали люди Которые Выезжали на север На севера Где толщина Ледяного покрова Там просто Какая-то Заоблачная И они сейчас Как класс Существуют И пользуются Определённым спросом Но вот именно Для такой Суровой Северной рыбалки Плюс в чём В том что На мотобур Мы всё-таки Можем поставить Шнек Диаметра Там 180 Даже 200 Без проблем И он это всё Осилит Да К сожалению Буры Именно вот если С использованием Шуруповёрта Ну ограничивается Там 130 150 Можно оставить Но уже тяжело Вот Мне интересно Перфоратор Если подключить Что получится А ничего Ничего хорошего Там Как бы Этот самый Нам нужно Нужно усилие На вращение На Долбить Лёд Там это бесполезно Вот Поэтому мотобуры Существуют У них есть Определённые плюсы Это то что мы можем Использовать Шнек достаточно большой Большого диаметра Минусы Это во-первых Вес Это раз Во-вторых Это всё-таки Двигатель Который на морозе Может капризничать Там бывали случаи Когда их там завести Не могли Да там ещё что-то Это обязательно Что мы будем с собой Возить там какое-то Количество топлива Там для него Ну то есть Это всё громоздко Если вы Предпочитаете Если вы предпочитаете Там какую-то Пешую рыбалку Переходы Или ещё что-то Мотобур Однозначно Не ваша тема То есть Это снегоход Сани Куда мы это всё Загрузили Положили Повезли Привезли Несколько там Лунок сделали И убрали обратно Ну как правило Вот так Поэтому Сейчас они Не сильно популярны Так у нас Три-четыре минуты Надо итоги И ещё фотоконкурса Подвести Но всё-таки Перед этим Подводя итог Нашей сегодняшней беседе Обувь, сапоги И мотобур У нас из раза в раз Повторяется эта история Мы всегда Отталкиваемся И от того Для каких целей Всё это вам нужно Конечно Да Изначально нужно понимать Для чего Сапоги В каких условиях Совершенно верно То есть Для себя И самое главное При выборе Когда вы приходите В магазин Вы вот это Всё что вы Для себя там Решили Озвучите Консультанту Вам уже тогда Точно помогут С выбором Подскажут Нужные вещи Потому что Догадаться Нам достаточно Трудно бывает А когда вы Придёте И скажете Я хочу ловить На жерлице На крайнем севере Ну здесь Всё будет понятно Мы вам будем Уже показывать И рассказывать То что вам Необходимо И точно так же С буром Активно вы будете Бегать по льду Не активно На какую рыбу На большую Не очень большую Совершенно верно Возраст ваш Да Если вам Силу Уже в больших летах Тяжело Бурить Вот тоже Это всё учитывается Конечно Обязательно Итак Настаёт торжественный момент В программе Трофея рыбалка Вместе с Василием Мамоновым Экспертом компании Арсенал Мы сейчас подведём Итоги нашего фотоконкурса На этой Напоминаю Неделе Конкурс будет продолжаться Поэтому в соответствующем Посте В нашей группе Вконтакте Вы можете продолжать Выкладывать свои фотографии Мы снова Через неделю Запустим голосование Из трёх Лучших на взгляд Редакции фотографий И соответственно В следующий четверг Вопросы мы будем задавать Каждую передачу Вот ещё раз Наталью Синкину Ещё раз поздравляю За правильный ответ На вопрос Василия Кто есть судак Хищник или не хищник Хищник конечно же Итак Что я вижу 609 человек проголосовал Ничего себе На этот момент Да Хорошо При том что голосование Сегодня у нас было Запущено во второй половине дня Солидно Надо сказать Я до сих пор Напоминаю Не знаю победителя Потому что я не голосовал И передо мной Это всё не открыто Вот сейчас передо мной Муки выбора Кого же поддержать Хорошо давайте Поддержу участника Номер два Это Паша Рихалов Потому что Насколько я помню Он самым первым Откликнулся На наше приглашение Поучаствовать в конкурсе Самый первый у него появился Там в нашей группе Итак Паша Я отдаю свой голос Тебе Голосую Голосую Кликаю И что же я вижу Ого Я кликнул За Пашу Который Набрал 43 почти Процента Голосов Я напоминаю Что это прямой эфир Сейчас Мы в реальном времени С вами Мы работаем Вы слушайте 9,64% Александра Булдакова Он у нас Сфотографировал Ну щучки там В том числе Причем такие солидные Ну и вот Как я предполагал Наталью Синкину Мы еще раз Еще раз поздравляем Еще раз будем поздравлять У нее самое большое число Голосов 47,39% У нее фото На котором она На котором она Фото прислала она Это улов ее мужа Там насколько я помню Я сейчас не вижу Да по-моему она написала Что это муж Поймал Ну там Довольно такое Солидное разнообразие Рыбное И щучка есть И бель есть И окунечки есть В общем все Ну все здорово Судьба Сертификата на 3000 рублей От рыболовного клуба Белуга решена Наталья Мы вас искренне поздравляем И вашего мужа И вашу семью Именно вам Достается И сертификат На 3000 от Белуги И сертификат От Арсенала Вообще здорово Подарочный Вот такая сегодня Результативная Генеральный партнер Программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Мы можем еще Немножко Да У нас звук Режиссер Видимо уже Притомился немножко Максим Потерпи минутку Мы сейчас Закончим Спасибо Максим Что ты с нами В столь поздний час Для нашего прямого эфира Итак Я сейчас Хочу сказать Наталья Наталья Вы мне Пожалуйста Личным сообщением Вконтакте Отправьте свой номер телефона Я вам сейчас Сразу после передачи Перезвоню И приглашу вас К нам в редакцию За призами Вот Все На этом завершаем Сегодняшнюю программу Да Думаю что Наша передача Была полезна Тем не менее Что-то рассказали Приходите в магазин Спрашивайте Задавайте вопросы Я всегда практически На месте бываю Там Консультанты у нас Отличные Так что Поможем всегда С выбором Расскажем Покажем Ну и что До следующей недели Да Безусловно Василий Мамонов Эксперт Компании Арсенал На Комсомольской 8 Меня зовут Владимир Сметанин Завтра Смотрите Слушайте Видеоверсию Сегодняшней программы Она будет На нашем Ютуб канале На сайте Кирова.ру Ссылки Обязательно Выложу В нашей группе Вконтакте Всего хорошего До свидания Всего доброго Трофеи Рыбалка